здравствуйте друзья сегодня 4 января 2022 года и сегодня показываю что у нас растет в нашей большой теплице напоминаю вам что эта теплица площадью 400 квадратных метров она у нас в этом году практически не отапливаемая то есть отопление здесь есть но есть на самый крайний случай экономим газ потому что в прошлом году у нас получилось очень дорого отапливать все три теплицы маленькие мы конечно отапливаем а вот здесь мы решили в этом году поселить только гортензии гортензии в основном у нас контейнерные вот и здесь у нас еще и детки гортензии значит разделю обзор на две половины сначала вот справа просмотрим что у нас растет а потом слева и так в этом году гена сделал у нас вот такие стеллажи это капиллярный полив сделали потому что но из лечки поливать это все нереально во первых во вторых не эффективно поэтому мы сделали капиллярный полив как видите капиллярные маты даже здесь справа вот этот грядка ну то есть это на скорую руку капиллярные маты сделал он просто выровнял сейчас лишь близ посмотрим видите поликарбонат снизу а здесь выровнял просто грунт грунт поликарбонат и вот капиллярные маты видите вот ткань сам сами маты вот они вот капиллярные маты а сверху пленочка такая с дырками это специально пленка для капиллярных матов но пока сделали так когда будут ресурсы сделаем еще вот такие высокую полочку как слева и также справа но пока вот в этом году он будем поливать так сейчас не поливаем и капиллярные маты у нас сухие как видите почему потому что здесь в основном у нас детки гортензии значит они у нас в полу спящем состоянии находятся как видите горшочки но в основном сухие в основном все это сухо поливаем очень очень осторожно и прям точечно не в капиллярные маты а очень точечно потому что если сейчас мы заполним эти капиллярные маты водой то те горшочки в которых вот влажная земля видите даже зелень появилась там где влажная земля здесь будет перезалив и они могут погибнуть поэтому в принципе они не требуют прям такого вот сейчас срочного полива теперь здесь что у нас это морозники но здесь гортензии тоже гортензии это метельчатые сейчас покажу это гортензия полистар у меня ее мало всего вот пять горшочков и мне очень хотелось бы чтобы они пораньше как-то пошли в рост чтобы я могла почеренковать я себе не начеренковала абсолютно этой гортензии такар не карликовая гортензия я вам показывала у нее цветы цвета морской волны просто обалденно красивые если у меня получится вот феврале я должна еще получить я заказала этот полистар себе ну там будут деточки но вот с этих я бы хотела почеренковать еще что-то это морозники мои но они у меня на улице росли вот отличаются посмотрите по внешнему виду те что на улице росли вот они у них такой вот пришлепнутый вид сверху да это от снега потому что снег был замороженные а те которые вот повыше листва эти были здесь теплицы они были очень слабенькие я побоялась их на улице оставить занесла и вот они перегнали по размерам те которые были хорошие красивые на улице росли практически все набирают бутоны вот такие красавцы ну были у меня там несколько штук цветущих я уже продала их это эллен ред хотела где-то белые были покажу вам еще есть такие которые на срезку высокие но пока я их еще не не видела не цвели вот видите везде бутончики ну вот белый нераспустившийся это сорт пикате вот так как бы показать красивее пикате вот не чудо ли да январь месяц они тут набирают бутоны вот когда мы перед новым годом гена подкормил их то что мы не подкармливали все боялись нам надо корень нам надо чтоб корень рос мы его стимулировали стимулировали а вот подкормку мы им не давали честно говоря у нас нет строгой технологии выращивания морозников все это будет нарабатываться опытным путем таких вот прям четких четких прям технологий в интернете я не нашла и поставщик нам тоже не дал ничего поэтому будем уже нарабатывать опытным путем когда чем подкармливать чтобы более-менее цветок был красивый в какое время первые цветы появляются когда заканчивается цветение все это нам нужно надо будет изучить четко все это законстатировать все вам покажу расскажу ну вот пока это у меня первый опыт значит гортензия саженцы у меня здесь высажены в общем те которые я черенковала начиная с августа месяца я все запаздывала запаздывала с черенкованием все вот продавали то гортензии мы это в общем то работы много работаем и абсолютно каждый день единственное можем себе позволить выходной отдыхать поэтому поэтому не всегда успеваем надо было 5 10 августа уже закончить черенкование а мы все черенкуем черенкуем и по сей день и сейчас еще древесневшими черенками мы все равно черенкуем гортензию и здесь вот слева показаны гортензии значит red angel purple высаженной просто в грунт вот которые высокие до стебли это просто в грунт высажены те которые я хотела пробовать на срезку и продавать но не получилось пока не получилось у меня то есть я все равно срезала все равно зимой потерянковали цветы кое-какие были но это не ремонтантный сорт и практически все не цвели то есть черенки есть саженцы есть а вот цветов не было я пробовала все равно их как-то подержать в воде чтобы они не вяли я пробовала смотрела как же они будут себя вести летом это летом как раз делал цвели они и мне надо было посмотреть сколько дней они цветут цвели вот буквально но в воде ну день два три и все потом не подсказали технологию что нужно делать что он в кипяток и прочее вот это все равно мало все равно мало они находятся в хорошем состоянии поэтому мы еще думаем что же нам с ними сделать либо все-таки пустить их на черенки и пусть радует людей у них в саду в контейнерах да либо значит все таки мы добьемся своего и отработаем эту технологию но продают же на рынке цветущие гортензии самый дешевый у нас там 60 рублей один стебель один цветок от 60 до 100 рублей было летом это июль месяц сейчас привозят из европы цветущую гортензию 111 цветок я не знаю но там в пределах 200 рублей вот такая вот цена что с ними сделать может быть есть какие-то особые сорта которые вот высадишь и они они долго стоят в воде либо нужно в определенный какой-то момент срезать когда уже вот вот-вот одревеснеет сам стебель такой вот более не жиденький рыхленький а вот такой вот твердый твердый стебель и сам цветок еще не дошел до той стадии когда он меняет расцветку свою то есть не стебель а самого соцветия когда меняет свою расцветку может быть вот в тот момент надо связать все это мне предстоит отработать технологию и потом я с вами поделюсь значит здесь у нас вот теплица у нас делится на две половины вот эта половинка где у нас детки все саженцы часть маточников а вот вторая часть мы на мы перекрываем эту теплицу когда сильные морозы видите у нас здесь вот пленку можно натянуть есть возможность мы тогда перекрываем ее потому что объем очень большой потом теплица высокой и протопить ее невозможно и мы здесь пленку натягиваем и вот эта часть где маточники у нас она у нас остается не отапливаемая чуть-чуть слегка гена там подтапливает вот в конце там печка а так а так мы в принципе не топим здесь вот с правой стороны здесь red angel есть какие-то гортензии есть здесь вот я свои те сорта которые я хотела бы сберечь на улице у меня росли кое-что я пересадила сюда например платье невесты у меня один единственный куст у меня черничный чизкейк один единственный куст и оставлять его на улице я не решилась поэтому высадили сюда и сюда же высадили наши хризантемы которые которые у меня были в кашпо в не проданные часть мы оставили на черенки часть уже заглубили в грунт часть вот так у нас стоит но это маточники надо будет обрезать ну пока не обрезала но есть пить не просит пусть она такое как есть так есть здесь у нас как видите но другое время я бы вам не показала вот это вот что у нас стоит но поскольку у нас планы вот насыщенные ежедневно и ежедневный график работ с геной поэтому вот до этого места еще руки не дошли то есть все здесь живое трава как видите ну хочу сказать каждые две-три недели мы ее выпалываем это здесь вот просто пол прополоть это не с осени вот буквально каждые две недели мы пропалываем но влага и снова и снова растет эта трава нарастает здесь мы значит заглубленные у нас маточники гортензии в грунте все это мы вытащим пересадим большие горшки а здесь настелим черный спандбон для того чтобы трава не росла все-таки очень много времени отнимает у нас вот эта прополка травы но детей мы не хотим напрягать все работают дети у нас все работает у каждого свой фронт работ и еще отвлекать их на нашу на наш фронт работ мы не хотим вот честно говоря мне не стыдно что показывать то что у меня здесь много травы потому что бывает часто комментарии говорят мои подписчики как вам не стыдно показывает такое безобразие а вот не стыдно а вот не стыдно вот это буквально вот нам осталось довести чтобы до ума эту теплицу нам осталось буквально недельки полторы-две и все а там уже март там уже все и вот в общем вот это все выкопать разделить кусты в большие горшки пересадить сами стебли по черенковать представляете какой еще фронт работ тут еще работать и работать поэтому показываю вам без стыда свою зелень так здесь с правой стороны теплицы гена тут он ведь уже вот уже доходят у нас руки до того как надо когда надо рассаживать уже в большие горшки где-то почистить кусты в общем все это нам предстоит справа у нас маточники маточники те которые еще не черенковала древесневшими черенками то есть часть здесь я конечно почеренковала как видите вот стоят уже кое-какие уже черенкованые в мой супер череночник черенкованные та часть которая у которых много осталось маточников но какого-то определенного сорта много поэтому вот они вот у меня пока еще ждут своей очереди здесь и герда штайнингер здесь альпин глюхин мадам имели мульер ли бэлла ну в общем вот те которые у меня уже живут лет по пять так вот теперь у нас маленькие наши черенки остались у нас слева а здесь то что я продавала осенью здесь у нас мой супер череночник супер-пупер смотрите уже какие пошли в рост вот то что я показывала корни уже пошли до а теперь уже стали распускаться уже уже и бутоны ну вот нельзя я так думаю нельзя затягивать чтобы не давать возможность им расти надо вот рассаживать горшочки и куда-то на стеллажи наверх выставлять эти сорта те которые какие-то я получала это полученные детки летом где-то июнь июль месяц какие-то мои черенкованные которые я черенковала в июле месяце и уже осенью я их уже продавала значит сбежавшая невеста вот здесь есть видите они вот не смотрите такой вот внешний вид у них ужасные да листья там ну сейчас холодно и они сбрасывают естественно листья это естественный процесс у них и они сейчас находятся в спящем состоянии то есть для них это вот нормально это хорошая погода скажем тогда 10 градусов для них конечно высоковато желательно бы конечно что было 23 градуса да но они не растут как видите 10 градусов но начинает а меньше бывает начиная 23 градуса поэтому не растут все нормально все в порядке то есть в период период когда будет солнечная температура я буду конечно поливать стимуляторами корни образования мы здесь раб мое рабочее место где я рассаживаю где я снимаю видео и и вот так вот все обзор мы прошли сейчас покажу вам своих котят спят 10 градусов для них холодновато что-то не очень они хотят гулять рыжики ну поздоровайся а чё мой красавец и мой красавец здесь у нас отопление да но она сейчас не включена и там тепло и вот они у нас вот там спят в этом месте там вообще там же батарея внизу и вот снизу батарея сверху вот такое вот помещение где у нас они отдыхают кошку мы про стерилизовали и котята двух вот вроде обещали забрать сереньких но вот рыженького мы себе оставим такой пушистый такой красавец смотрите какое чудо у какой шерсть вообще мохнатый цвет необыкновенно рыжий прям вот такой вот аж огненно рыжий ну и карат у нас он у нас с ними играет он у нас за ними следит порядки наводит друзья огромное вам спасибо спасибо вам за внимание спасибо вам за то что вы остаетесь со мной и до следующей встречи спасибо вам за то что вы видите 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 что вы видите